Приготовим настоящий итальянский десерт панакота. Это очень просто, очень быстро. Хотя я знаю, у многих не получается этот десерт. На самом деле, делать очень просто. Если у вас гости на пороге, это самый идеальный вариант. Быстро приготовили и уже через полчаса подали к столу. Готовится буквально 7 минут. Это вообще потолок вместе с украшением. Поэтому давайте готовить вместе. Для этого нам понадобятся, собственно говоря, сами формочки, в которых мы будем это делать. Кастрюлька с толстым дном и венчик. Либо вилка подойдет. Дальше молоко со сливками. У меня здесь чистое молоко. Просто потому, что это менее калорийно. Но в идеале молоко со сливками. Сахар, желатин обычный, вода и стрючок ванили. Если у вас нет стрючка ванили или ванильного сахара, который вы сами сделали, ванилин лучше не использовать. Поехали готовить. Манго используется сверху для начинки. Вы можете его заменить малиной, например. Или черной смородиной, или вишней, или клубникой, или любым замороженным пюре, которое вы любите. Даже яблочным. Можно вообще ничем не заменять. Готовим, собственно говоря, саму панакотта. Для этого берем в нашу емкость. Выливаем молоко со сливками. Дальше высыпаем сахар. Разрезаем наш стрюкчок ванили. Будем добавлять сами семена сюда и сам стрючок. После закипания стрючок обязательно нужно достать. Думаю, вы видите там много-много семян. Я, в принципе, отправлю сюда же стрючок, поэтому сильно не заширять. Отправляю на огонь, а в это время заливаю, высыпаю наш желатин в ледяную воду. Запомните, вода ледяная, не теплая, не горячая, ледяная. Оставляем, пока он набухнет. Этим временем, пока у нас закипит молоко. Высыпали в воду желатин. Немного размешайте, чтобы не было пузырьков воздуха с желатином. Чтобы весь желатин 100% набух и разошелся. В это время у нас уже закипает молочко. Тем временем, просто банально готовим начинку из манго. Манго, вы помните, я покупала зеленое в Варусе за 45 гривен. Оно полежало в шкафчике, стало очень сочным, очень спелым. Я сейчас все максимально сошкребу и потом блендером перебью. И все. Собственно говоря, секрета нет. Сахар добавлять не буду, потому что оно и так очень-очень сладкое. Наконец-то пришла техника, которую мы вам будем дарить уже со следующей недели. Это мультиизмельчитель. В нем можно будет и смузи делать и все. Ну и в том числе сейчас мы сделаем манго. Я не еще не... Просто огонь. Я довольна. Самое крутое, что они придумали, это присоски. Наконец-то мой капот. Потому что обычно мой компайн он везде. Собственно говоря, сверху заливать наше манго готово. Собственно говоря, наше молоко закипело уже. Мы его даже выключали, пока манго доготавливали. Поэтому ждем, сейчас закипит. Вытягиваем пока наши стрички ванили. Они хорошенько уже ароматизировали наше молочко. Аккуратно не делайте это руками. Просто у меня руки не чувствительные и горячие. Поэтому я это делать могу. Должна быть температура где-то 85 градусов. 80-85. И можем добавлять... Здесь уже есть, я вижу это на глаз. Можем добавлять дальше желатин. Просто добавляем желатин, размешиваем. Пока он растворится. И будем разливать по формам. Все очень быстро на самом деле. И очень просто. Хочу сказать, что манго мы будем сверху наливать только после того, как у нас уже полностью застынет наше панакотто. Поэтому манго тоже отправлю пока в холодильник на это время, чтобы оно было максимально холодненьким. Ну а в это время разливаем по формам наше панакотто. Можно разлить по формам силиконовым. Я же люблю такое, ложечка, чтобы потом можно было кушать. Наливаю в разную форму. Не наливаю до верха, для того, чтобы сверху можно было потом добавить еще манго, как я говорила. Не знаю, какую такую, наверное, сделать еще. И это специально для тебя, может, чуть-чуть осталось. Так, есть. Отправляем в холодильник, даем возможность застыть полностью. Это примерно часа 3-4 в холодильнике. Сначала, естественно, охлаждаем при комнатной температуре, потом отправляем в холодильник. Я обычно сразу отправляю в холодильник, вы можете мужу вашему этого не знать. Я вам уже говорила. Через 5 минут наша панакотто в морозилке застыла. Видите? Если у вас вдруг хосте на пороге, молоко, желатин, в холодильнике, в морозилку, и все, у вас получится. Я в горячем видео шла, хотя муж мне не разрешает. Дальше берем пюре манго. Если у вас его нет, это уже, в принципе, готовый десерт и есть. Поэтому даже не заморачивайтесь, честно. Я просто люблю, когда еще, знаете, какой-то типа вареницы сверху. Манго удобно тем, что ничего не надо с ним делать. Оно, в принципе, готовый сразу продукт. И можно украсить малинкой. У меня малина замороженная. Я тоже особо, в общем-то, не заморачиваюсь по этому поводу. Уложим малинки. Кто заморозил малину летом, тот теперь с малиной. Так, сюда. Это сюда. Украшение. Это очень просто. Главное, не надо делать слишком много всего, тогда смотрится странно. А если чуть-чуть, то вполне очень даже. Так, мята. Это тоже у меня растет на подоконнике, поэтому ее можно использовать запросто. Красота не иначе. Приятного аппетита. Я уверена, будет очень вкусно, но при этом это действительно очень быстро. Если у вас нет возможности приготовить десерт. Хаммер. Если у вас нет возможности приготовить десерт, или гость на пороге, как я говорю, или дети просят, или дети не любят молоко и молочные продукты, пожалуйста, очень быстрый и очень простой рецепт. Можно уже купить в магазине за 30-45 гривен, и успешно его довести до готовности у вас в шкафу. Поэтому готовьтесь с удовольствием. Если вы еще не подписаны на мой инстаграм, подписывайтесь обязательно. Если не подписаны на мой ютуб, скоро он появится. Может быть, вы как раз на нем меня смотрите. И обязательно подписывайтесь. Обязательно ставьте лайки, пишите комментарии. Это очень важно на самом деле для меня. Поэтому не поленитесь. Лайк поставьте, комментарий любой абсолютно напишите. Буду вам очень благодарна. И порадую вас новыми рецептами.